Выдан беженцам с целью свободного передвижения, я подчеркиваю, свободного передвижения за пределами страны. Понимаете? За пределами страны, я подчеркиваю. Я выехать почему не могу? Потому что во всех посольствах есть указание армянского правительства президента Армении беженцев из Азербайджана не выпускать. И они действуют не согласно конвенции ООН, а именно этому указанию правительства. Запрет на выезд из страны беженцев из Азербайджана. Да, такой запрет, это и есть запрет. Сейчас я вам скажу, почему я так себе твердо об этом уверена. Я это подозревала, потому что я обошла все посольства, как минимум 5 раз все посольства, находящиеся на территории, консульство, посольство. Это документник. А потом мне сотрудники посольств, не буду называть посольства какие-то, и они говорят, не бегай и не ходи. У нас запрет на этот документ. Сколько ты будешь бегать, никто тебя ни визу, ни посоль, лучше нелегально. Если хочешь выехать из Армении, то только не... То есть как эти ребята, которых потом назвали перебежчиками, шпионами. Они не шпионы, я их очень хорошо знаю. Двое ребят, которые таким путем нелегально бежали и попали в плен к азербайджанцам. Но их потом назвали перебежчиками. Они не перебежали, я их очень хорошо знаю, Априсян и, сейчас я его скажу, и Роман Тыриан. Они границ перебежчиками? Сейчас я вам скажу, они тоже хотели выехать из Армении. Но так как их все время настолько здесь на наши права, то знаете, как говорят, нет, вам не положено. Вот статус дала Армении, и вы выехать из Армении не имеете права. Вы задали вопрос, что почему удерживают? Поудерживают, а мы источник наживы. Посмотрите, сколько в Армении открыто организации, которые обращаются в международные государства, международные организации, требуют, что у нас беженец, у нас проблемы, надо жилье. Кто-нибудь занимался? Куда идут эти средства? Столько поступали финансы на строительство жилья для беженцев. Где это жилье? Чтобы беженец адаптировался в стране, надо создать условия. Понимаете, у нас жилищные условия ужасные. Если мы захотим, отстаивая какое-то право, обращаясь, например, в организации или в государственные учреждения, у меня стопки документов. Вы слово «да» положительный ответ нигде не найдете. Нет! Какой бы я опросил? Не только я. Я имею право говорить от имени хотя бы 60% беженцев, да? Потому что я с ними общаюсь, я среди них живу, понимаете? В агентстве иммиграции одна из сотрудниц мне сказала, что ну все, все беженцы уже утихли, остались три беженца. Ты, твоя родственница и еще один мужчина. Я свою родственницу знаю, да. А вот это кто мужчина? Я его не знаю, правда. Кто? Говорит, еще один мужчина есть. Она говорит, три. Вот трое у нас остались. А теперь как с этими троями борются они, да? Будут уже применять полицию, запугивают. Дом, ну это дом. Как говорят, мой дом, моя крепость, как говорят. Тогда этой крепости не было для нас. Вы не поверьте, мы в Баку так не боялись. Мы уже что хотели, мы ожидали. Она говорит, посмотри в глазок, посмотри. А может быть, я говорю, душой, давай камеру уже поставим, я говорю. Мы не спали спокойно. Мы же знаете, вот столько лет мы жили в Армении, живем в Армении, да? Вот как я хорошо знаю азербайджанцев, да? Я так уже армян хорошо узнала. Пусть вам будет обидно, не обидно, да? Я так хорошо уже узнала вот этих вот Межлумяна, Яганяна, Бакшина. Это самые, как вам сказать, вот одна женщина еще тут у нас живет. Я сейчас не буду говорить, она правильно назвала их. Они когда пошли в министерство, тоже там она была. И когда прошел Бакшин и Межлумяна, она говорит, это уже банда, банда. Вот кто с ними сталкивается, другого слова не найдешь. Это самая настоящая, безнаказанная, действующая банда в Армении против азербайджанской беженцев из Азербайджана в Армении. Именно женщин. Самая настоящая, действующая, безнаказанная банда. Межлумян, Бакшин и Гаги Гиганян. Вот если ими займутся, если будут следствия вестись, например, независимые следствия, сколько жилья они продали, как они отбирают, как они продают, каким образом они отбирают. Это факты. Вот если будут независимые следствия вестись, это будет шок. Беженцам полагается жилье, они продают. А если беженец уже живет в этом жилье, если приглянулось это жилье кому-то, психушку отнесут. Знаете, что мои ребята говорят, ребята, мужской пол, да, вот, Карабахи, которые. Мы, говорит, не пойдем, я не буду скрывать, да. Раз, говорит, с вами там воюют вот эти мужчины, я не пойду на границу. Я приду, говорит, я пойду в Россию, а эти мужчины, которые с вами воюют, они же переживают за нас, пойдут на границу и будут воевать. Но они же неправильно говорят. Иногда вот журналисты говорят, а почему хаэнчис хоссум, например, или хичас, не получаешь гражданство. А у меня вопрос к журналисту. А если бы ты жила бы так, ты говорила бы по-армянски, как говорится, ты бы приняла бы гражданство страны, где тобой пользуются, где ты источник наживы, где ты живешь, у тебя негде мыться, у тебя нет кухни, тебе негде постирать, как говорится, где ты не защищена, где на тебя нападают, где запугивают полиции, где тебе шьют дела, как говорится, и ты не находишь нигде, потому что они все говорят, местные, да? А что я буду за беженцами выступать? Да лучше я с ними контакт найду, как это беженцы международное право, а вдруг мне Еганев комнату даст? Да не даст тебе Еганев, лучше он продаст. Даже депутаты, депутаты армянского парламента не считают нужно поднимать вопросы беженцев. Это непрестижно. Иначе, вот как поднимают вопросы о животных, вспоминать, есть конвенция о памятниках, конвенции о животных, никогда не вспоминать, что есть конвенции о беженцах. Ни один депутат не поднимает этот вопрос. Знаете почему? Этот депутат просто не будет смотреться, как нормальный человек или нормальный политик, потому что беженцы, они нам для чего нужны? Жилищный вопрос, финансовый вопрос. Знаете, какие средства выделялись Армении для строительства жилья, для помощи армянским этим, или вот эти организации, Красный Крест, выделил в прошлом году или когда 5 миллионов для ремонта общежителей, что да? Ну так говорят, да? Я знаю, что 5 миллионов. Куда эти 5 миллионов ушли? На одну стиральную машину там? Такое открытие было пышное. Он в Армении, он коррумпированная организация. Правильно, коррумпированная, я как беженка тоже подтверждаю. Почему? Потому что если бы он не было бы коррумпированной организацией, такое положение не было бы. Что он не контролирует, что происходит? Он не видит, в каком положении люди живут. Все вы видели, что в какой стране мира беженцы не получают пособия. Хотя бы... А, вот была передача, Тернопар, Аздарар, передача была. Ко дню беженца, это было в прошлом году, 20 июня. Ко дню беженца была передача, и журналист спрашивает, там беженка тоже стоит, вы говорите, беженцы, там беженка тоже есть. И журналист спрашивает у миссии Армении, а вообще беженцы получают пособие, например, в Европе, 800 долларов, в Америке, 1000 евро в Европе, сколько там. А беженцы получают пособие, а она говорит, ха, на посты Чапо встану мы. Врет она? Мы чужие. Вы знаете, мы армяне, да? Армяне мы, да? Местные армяне, мы армяне. Но мы чужие, мы два разных народа. Откровенно вам сказать, да? Два разных народа. Все, вот так я вам скажу. Мы разные, мы здесь врут много. Да? Да, будем говорить, да? Врут много. Да, я никогда не доверюсь им, никогда в жизни. Эти страны армяне какие-то, очень такие, вот здесь местные, да, я скажу, вот этот. И я не буду о сирийских армянах говорить, я с ними тоже вот ходила на бизнес-курсы, да? Там были из Ирака, Сирии, там они были. Потом ходила я на этот бизнес по макияжу, этот, курсы. Там тоже были из Сирии, из этого, да? Мы с ними ближе были намного, как будто чувствовалось какое-то это, да? Но с местными у нас было какой-то этот, все-таки сирийцы тоже тут никогда нечестные люди. Они жить с армянами не смогут. Лучше горькая правда. Хотите правду, услышьте ее. Ни из Азербайджана беженцы, ни сирийцы жить здесь никогда не будут, потому что люди более жестокие. Если местному армянину скажут, что у тебя проблема, никогда не рассказывай о своей проблеме, это потом я поняла. Сейчас, скажем, Азербайджану сказали, Армения, да? Если я азербайджанцу скажу, что у меня проблема, он скажет, чем я тебе смогу помочь? Он поможет. Если я армянину скажу, у меня проблема, он воспользуется и меня растоптает. Вот то, что я сейчас вам сказала про армян, именно про армян, какие они люди, да, сами. Вот говорят, астват, астват, да? Мы первые. Ну кто будет спорить, да, что религию приняли, так говорится, да? Ноев, ковчег. Ну кто будет, все никто, нет. Но какие вы верующие люди, как бы говорить, астват, астват, когда по жизни, по своему образу жизни, по своим действиям, вы полная противоположность этой религии, понимаете? Вы не поверите мне, да оно полное. Не 99, а 99,9 десятых. Не очень за русскую политику, за русские, как говорится, то, что происходит в Армении, категорически против. Я лично, это мое мнение, да. Я считаю, что если политика Армении, правильно сказал один азербайджанец, да, все-таки, если мы были бы Грузия, Армения, Азербайджан, говорит, были бы дружными государствами, если бы не были бы этих территорий. Да, понятно, территориальный вопрос, ну понятно, что угогается. Даже, знаете, что ни одна жертва, да, вот столько молодых ребят, вот эти вот, да, ни одна жертва не стоит этих территорий. Потом территория, если что касать территории, да, Карабах никто никогда ни у кого не отнял бы, армян, например, да. Карабах как был армянским населением, да, он так и был бы. Это там уже, как сказать, вы были когда-нибудь в Карабахе? Были? Там мои родственники, я там была. Я даже, когда первый раз была в Карабахе, мне было 12 лет, да, я говорю, мама, я говорю, мы где? Она говорит, как где? Говорит, Карабах. Я говорю, ну тут все на армянском, я говорю, написано. Мы в Армении или где мы? Я как ребенок, да, мне 12 лет было. Она говорит, нет, нет, говорит, это, армянский, да, все армяне тут. Армянская речь, надписи все кругом на армянском. Это было, как говорится, никто никогда не... И что касается сейчас нынешнего положения, да, конечно, меня президент Армении не устраивает, естественно, да, он меня не устраивает. Как президент, он заботится больше о своей личной наживе, о своей семье, чем заботится о солдатах, о, как говорится, этих народе. Тут получилось, знаете как, 10 семей обожрались, как говорится, ограбили страну, перепродали, продали, хорошо продали, они не шпионы. А ребята, которые беженцы, хотели выехать просто законно, чтобы выехать из Армении. Потому что, знаете что, это нищета, это отнятые годы у человека. Молодая жизнь, понимать, может быть, жизнь по-другому пошла бы. А так ты думаешь, где постирать, где дед, где-то, представьте, молодой парень, если, да, ему же надо иметь свою семью, иметь свой, как говорится, угол, да, это бы не создали, не создали тут. Ребята хотели выехать. Все, что они хотели, они попали в плен к азербайджанцам, потом Азербайджан снял фильм, я потом смотрела, они не шпионы, я как беженка, я их знаю хорошо. Они тоже ходили в здание ООН, пикеты устраивали, потом там газы применяли, слезоточивые, там, не знаю, мёта какие-то, там, не знаю, что у здания ООН. Вот этих самых ребят, которые сейчас называют в Армении шпионами, перебежчики, апрельсяны, это они в 2000 году бежали. Попали в плен к азербайджанцам. Потом, в общем, да, в плен попали. Потом они когда рассказали, что мы хотели выехать туда-сюда, в общем, все, живем в таких условиях, все, их потом через Красный Крест отправили, они сейчас, по-моему, живут в Новой Зеландии, сейчас, не по-моему, а точно, потому что по скайпу связь поддерживаем, да. И вот когда уже мы бежали, мне вот, 90-й год я еще работала, да, январь, бегут через дню, я еще работаю. И мне парень один, беженец, отсюда беженец, он там у нас устроился доставлять телегамы, да, он мне говорит, Стэл, а вы куда хотите уехать, да, семья ваша? Он говорит, ты не обижайся на меня, я не тебе именно, что уходи там или что, культурно со мной разговариваю. Он говорит, скажи, а вы куда хотите уехать, семья ваша? Я говорю, ну, я не знаю, мы пока там об этом так и не думали, я говорю, ну, наверное, в Армению. Он мне говорит, куда хочешь, езжай, говорит, но в Армении не езжайте. Я говорю, почему я говорю? Это меня, правда, обидело. Я еще тогда хорошо не знала об Армении, все, да, да. Он говорит, вы с ними жить не сможете. Вы понимаете, его эти слова для меня как будто роковые слова, понимаете? Вот роковые вот. Я по-другому не могу сказать. Такого чувства у меня, что на самом деле, вот, жду, когда опять на самом деле что-то произойдет, опять полиция тебе насмешка, как будто я не знаю, не хочу язык свой гадить, да, обращаются, как не знаю, к кому прям вот так вот, да, что мы поломаем голову, ну и что, иди милиция, а что милиция сделает? Но опять же, такого не было. И до каких пор это будет продолжаться? В Армении ситуация почему хуже? Ну я не хочу, да, в открытую говорить про это. Это не хочу. Знаете, иногда секреты выдавать не надо. Положение в стране, я могу сделать, вот если сейчас отключите камеру, да, я скажу, как Армения за одну секунду, за не одну секунду, вы решите, да, как купить просто Армению без жертв? Да? Не надо для Азербайджана что-то говорить. Я не враг. Как бы для меня... Сейчас я открыто скажу, в открытую, нет, записывайте. Как бы я буду сейчас не любить Армению, я её не люблю сейчас, потому что у меня положение такое. Я не люблю Армению, я признаюсь, сейчас, да, я её никогда не буду продавать. Это вот когда сейчас вот вы говорите, Россия, 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 да, а вы знаете, что если я всё куплю тут, это моя собственность, да, и мне не надо быть с вами воевать. Ты же не хозяин моей собственности. Зачем я буду воевать, тратить деньги на оружие? Жи, это самое страшное, какая боль для матери, да, пусть не матери, я вот, как говорится, вот слышала, вот апрель, да, я просто с ума, я не говорю, как можно, в жизни молодых, за что, например, да, непонятно, за родину, за родину, да, так и есть, они смешно, да, за гостиницу Ягоняна, который, сын учился как беженец, да, он не беженец, но он на Кипре учился как беженец, бесплатно, их не дети живут за границей, как беженцы, бесплатно, понимаете, вы же много не знаете, я же вам не говорю, что как свидетель, вот это самое беженцы международного права, организации, как скупали метрики, подчеркиваю, у голодных беженцев, которые охотно за 100 долларов давали свои метрики, а этими метриками местные ехали туда со своими армянскими паспортами, потом эти паспорта с гражданами выбрасывали в помойку, доставали метрики свидетельства о рождении беженцев и спокойно обустраивались там как беженцы, да какая мать же пустит своего ребенка пойти защищать чьи-то казино или гостиницы, его сын, кто ел, пил, как говорится, да, шиковал, его сын пусть возьмет оружие и защищает свое имущество, как война или выбор, вспоминать, что народ есть, который должен быть сплоченным, а когда все хорошо, едят, пьют другие совсем, понимаете или нет?